Завидев людей в форме, ребята пугаются, выбегают из воды и начинают в спешке собираться. Однако детям бояться нечего. Цель таких выездов не наказать, а рассказать, как правильно и безопасно купаться, где купаться и что делать, если рядом тонет человек. Листовки и памятки для ознакомления. Правила в них простые и понятные. Ребята и сами их знают, но напомнить будет не лишним. Вы хоть поняли, что от вас хотят? Да. Ну, чтобы аккуратно купались и не жгли костры. Аккуратно купаться это как? Ну, за быки не заплывать. В случае чего знаешь, как спасти и помочь другу, который начнет тонуть? Ну да. Ну, на воду его вытащить. И откачать. Навыки оказания первой помощи Ярославу преподавали в школе. Лучше, чтобы на практике применять их не пришлось, говорят сотрудники МЧС. В ХМА участились случаи за это лето несчастных случаев на воде. 18 погибших за этот год. Поэтому уходим, проводим рейды, инструктируем граждан о том, что можно делать на воде, что нельзя делать на воде. Ездим по местам отдыха. То есть там, где это разрешено, там, где это не разрешено. Вот у нас граждане очень любят выходить на те места, где нет санкционированного пляжа. Инструктируем, потому что если здесь, на Гиданамыве, то есть есть хотя бы спасатели, проверяется дно, то уже на несанкционированных пляжах там нет ни спасателей, не проверяется дно и высок риск несчастного случая. Мест, не предназначенных для купания, которые тем не менее пользуются популярностью у юного поколения, в Когалыме несколько. Самые основные это циркуль, старица, трубная база. Вот это основные места, где любят дети купаться. И, естественно, без сопровождения законных представителей. Несмотря на то, что рейд носит больше информационный характер, родителей все же может ждать неприятный сюрприз. При выявлении детей, не достигших 14-летнего возраста, мы привлекаем законных представителей. По части 1 статьи 5.35 КОАП РФ занадлежащие исполнение родительских обязанностей, так как дети до 14 лет обязаны находиться на водоемах в сопровождении законных представителей. Также могут составить административный протокол в отношении 16-летних детей, если они купаются в запрещенных местах для купания. Штраф от 100 до 500 рублей. Сумма, может, и небольшая, но приятного мало. В этот раз обошлось без протоколов. Такие рейды сотрудники МЧС совместно с отделом по делам несовершеннолетних проводят еженедельно.